Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Уже несколько месяцев находится за решеткой гражданская активистка Мария Колесникова. Долгое время томятся в СИЗО журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин. Лишены свободы на неопределенный срок юрист Максим Знак, банкир Виктор Бабарико, политики Павел Северенец, Николай Статкевич и многие другие известные люди. При этом, по словам юристов, с некоторыми из них давным-давно. Не ведутся следственные действия. Народная воля поинтересовалась мнениями профессиональных юристов и правозащитников, как такая ситуация с длительным удержанием под стражей без передачи дела в суд квалифицируется в соответствии с белорусским и международным правом. Разве это не пытка и не нарушение прав человека? Павел Сапелко, юрист, в прошлом известный и успешный адвокат, сейчас правозащитник. Можем хоть на год посадить, хоть на полтора. Если судить с позиции национального законодательства, то вопросы к предварительному следствию должны начаться. Уже через два месяца после возбуждения уголовного дела, высказывает свое мнение юрист, это общий срок, который, конечно, может приостанавливаться или продлеваться. Но каждый раз мотивировано. Каждое следующее продление осуществляется все более высокой инстанцией. То же самое со сроками содержания под стражей. Два месяца дальнейшее продление по мотивированному постановлению следователя с санкции прокурора все более высокого ранга. Владимир Сазанчук, адвокат Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова, Серый Кот и журналистки Екатерины Бахваловой, Андреевой. Возможно, в марте будем знакомиться с материалами дела. Я как адвокат не могу сейчас заявить о том, что у нас сплошь и рядом наблюдаются пытки и нарушения белорусского и международного права, потому что прецеденты с длительным содержанием под стражей были и в рядовых криминальных делах, когда человека арестовывали, а потом полгода не допрашивали, особенно если он заявил, что не намерен сотрудничать. Со следствием, как, например, Николай Статкевич, он сразу заявил, что не будет давать никаких показаний и отказывается подписывать любые бумаги, даже просто подпись поставить. Аналогичная ситуация с тем же блогером Дмитрием Козловым, Серым Котом. Правда, его опросили, но больше никаких следственных действий с его участием не было. Наталья Мацкевич, адвокат Виктора Бабарика и Сергея Тихановского. Это практика постсоветских стран. Есть такое право быть судимым без неоправданной задержки, сказала Наталья Вячеславовна, народной воле. А если человек находится под стражей, то у него есть еще и право быть освобожденным и право быть судимым. По всем стандартам нахождения под стражей до суда должно быть максимально коротким. В истории белорусского права длительное содержание под стражей – это не экстраординарный случай. Были случаи, когда и по полтора года до суда держали под стражей. Но вообще, если смотреть на этот вопрос под углом прав человека, то, безусловно, эта ситуация требует тщательнейшего обоснования со стороны органов расследования, а мы, адвокаты, его не видим. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!